Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть каждого из вас на нашей небольшой программе «Этот день с Богом». И здесь мы вместе с вами начинаем этот день и настраиваемся на то, чтобы его провести вместе с Богом. Прочитаем небольшой текст из Священного Писания, а также духовное размышление, и в конце вместе помолимся. Царственная процессия Так, за 500 лет до рождения Христа пророк Захария предсказывал пришествие царя к Израилю. Въезжая в Иерусалим, Христос следовал обычаю иудейских царей. И как только он сел на ослика, громкий торжествующий крик потряс воздух. Люди приветствовали Иисуса как Мессию, как своего царя. Царских знамен для триумфальной процессии у них не было. И, срезав пальмовые ветви, символ победы, заимствованной у природы, они размахивали ими с громкими восклицаниями «Ассана». В течение всей своей земной жизни Иисус никогда прежде не допускал торжеств в свою честь. Он ясно видел, к чему это приведет. Это окончилось бы крестными страданиями. Но он намеревался предстать пред всем народом как искупитель. Он хотел обратить внимание людей на ту жертву, которая должна была увенчать его служение. Никогда еще мир не видел такого торжественного шествия. Оно было совсем не похоже на победные процессии великих завоевателей. Не было ни печальной вереницы пленных, ни трофеев царской доблести. Спасителя окружали трофеи другого рода. Славные трофеи его трудов и любви грешному человеку. За ним следовали пленники, которых он освободил от власти сатаны. И они славили Бога за освобождение. Слепые, которым он вернул зрение, старались держаться впереди. Немые, которые благодаря ему обрели дар речи, возносили осанну громче всех. У вечной, которых он исцелил, усердствовали. Лазер, тело которого некогда уже начало разлагаться в гробу, ныне исполнены радости, силы и мужества, вел ослика, на котором ехал спаситель. Это торжество происходило по воле самого Бога. Оно было предсказано пророком. А человек бессилен помешать исполнению того, что определил Бог. Как не могли священники и правители лишить землю сияющего лица солнца, так не могли они и закрыть мир от сияющих лучей солнца праведности. Несмотря на противодействие, народ признал и исповедовал царство Христа. Царственная процессия. Какими удивительными словами описано вхождение Иисуса в Иерусалим в последний раз в его земной жизни. Как много значения это имело для людей, которых он исцелил, которые окружали его сейчас. Хотим ли мы быть в числе той процессии, которая сопровождает Иисуса, где бы он ни находился? Это возможно для каждого из нас. И давайте мы обратимся к Богу, чтобы сегодня мы стали причастниками тех людей, которые благодарны Иисусу за его великие дела. Помолимся. Удивительным образом прошла твоя земная жизнь. Не так, как ожидали люди, может быть, но значение всего того, что ты делал, оно просто неоценимо. Дай же нам сегодня быть благодарными, признательными тебе за всё то, что ты сделал и сделаешь для каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Субтитры создавал DimaTorzok